Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины, сейчас с нами на связи в прямом эфире. Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер. Итак, как только накануне наш президент Владимир Зеленский заявил такую инициативу, что страны Запада должны прекратить, запретить въезд гражданам России на свою территорию, сегодня уже в ЕС начали обсуждать это предложение, об этом сообщает Deutsche Welle. Этот проект обсуждается, он находится на повестке. Возможно, сейчас уже известно, какие страны потенциально готовы поддержать эту инициативу? Практически все страны готовы поддержать, которые знают, что такое Россия и чувствуют поведение современной России. Это, прежде всего, страны Восточной Европы, безусловно, это страны Балтии, я думаю, Польша. Там, я думаю, все практически страны, которые так или иначе сталкивались с проявлениями великорусского легендарного шовинизма. Смотрите, эта инициатива, она не на пустом месте возникла. Безусловно, что напрягает и Европу, и Украину очень сильно. Россия масштабно вторглась на территорию суверенного государства, абсолютно не мотивирована. И, смотрите, они даже сегодня, продолжая бомбить крылатыми ракетами наши города, вы только вдумайтесь, они подняли и посчитали однажды утром, 24 февраля, что мы можем бомбить все областные центры в Украине. И это делают, упорно. И 80% как социология, мы понимаем, что это специфическая социология, но как показывает и центр Левада, и в ЦИОМ, 80% хлопают в ладоши, в восторге прыгают. И вот эти 80% людей, они действительно напрягают всю Европу цивилизованную. Потому что Европа платит за войну высокую цену, стяжениями уровня жизни и деньгами, которые обязательно должны идти на помощь Украине и вооружениям и так далее. И принимают наших беженцев в полном объеме. Украина платит, вы сами прекрасно понимаете, какую цену. Это фантастически большая цена жизнями наших людей. А в это время вот эти 80% хихикающих, странных, малоинтеллектуальных людей с неинтеллектуальными лицами продолжают хлопать и требовать, давайте еще убьем Украину, давайте еще зальем грязью Европу. Они же оскорбляют и Европу постоянно, называют ее там геей Европы и так далее и тому подобное. И соответственно, в конце концов, когда-то должна была сыграть обратная реакция. Обязательно. Но нужно таких людей ставить на место. Нужно им показывать, что за все нужно платить. Вы смотрите, вы атакуете Украину, вы атакуете Европу, значит вы не должны находиться в Европе больше. Вы не должны приезжать в Милан, покупать там себе, заниматься шопингом. Вы не должны ехать в Париж, делать селфи и говорить, смотрите, мы возле Эйфелевой башни. Вы не должны, условно говоря, ходить в Берлине возле Брандербургских ворот и говорить, смотрите, мы вас раз на колени поставили, поставим еще раз. Это объективно должно случиться. Эти люди должны жить в трудовом лагере, в котором они находятся. Они должны жить в нищете. Они должны каждый день видеть свои вот эти сталинские и хрущевские дома и видеть, в каком они ужасе живут. Они должны прочувствовать, что за все нужно платить. Это отличная, на мой взгляд, инициатива именно для вот этих 80% абсолютно безобразных людей, которые никакого отношения к цивилизации не имеют, но при этом хотят оскорблять цивилизацию, хотят ее атаковать, но пользоваться обязательно всеми благами и так далее. Вы знаете, наверное, эта инициатива в запрете въезда гражданам России на территории стран Запада, Европейского Союза, тем более будет находить поддержку после заявления, сказанного на этой неделе, оккупантами-захватчиками Запорожской атомной станции, что станция заминирована, мы готовы ее взорвать. Здесь будет либо русская земля, либо выжженная земля. Как вы относитесь к этой истерике, к этим угрозам и вот в разрезе всех событий, которые происходят сейчас на фронте? Почему именно сейчас это прозвучало? Ведь станция в оккупации уже 5 месяцев находится. Давайте чуть-чуть шире, а потом подойдем к самой станции. Вы знаете, чем отличается, что является критерием, в том числе психического неуравновешенного состояния людей? То есть, что является диагностическим признаком, что человек психически болен? Это его некритическое отношение к тому, что он говорит, делает и как он себя ведет. Вот смотрите, Россия очевидна. Вот посмотрите пропагандистские шоу, посмотрите официальные заявления людей. Даже вот таких субъектов, я понимаю, что их не надо большой серьез воспринимать. Такие, как господин Медведев, допустим. Но тем не менее, он же не единичен. Они все практически одинаково говорят на полном серьезе. Мы убьем вас, мы вас уничтожим, мы используем ядерное оружие, сотрем вас в пепел и так далее. Они открыто это говорят постоянно. И я думаю, что действительно в Европе общественное мнение. Одно дело политики, которые могли делать вид, что они что-то говорят, но тем не менее, мы будем с ними заниматься какой-то там просветительной работой, я имею в виду, с Российской Федерацией. А другое дело общественное мнение. Общественное мнение в Европе не просто напугано. Оно понимает, что эти люди действительно психически не совсем здоровы. Они на полном серьезе в таком объеме угрожают стереть с лица земли все остальное, кроме русских. И это пошло, помните, от памятного заявления господина Путина, что в принципе, если нужно, мы сожжем землю в ядерном пепле, потому что как эта земля может существовать без России? То есть Россия настолько на сегодняшний день отвратительна, она настолько античеловечна, что наконец-то это начинают понимать страны. И смотрите, вот то, что вы говорили о визах, о запрете, о визовых запретах, это ведь вопрос бюрократии. И раз эти вопросы уже начались обсуждаться, русские должны это понимать, значит это будет доведено до конца. И железный занавес будет опущен обязательно. Я о железном занавесе говорю уже 3-4 месяца. Я считаю, что Россия современная должна находиться за железным занавесом. Мир должен от нее изолироваться, пока не пройдут соответствующие медицинские и терапевтические процедуры на территории России. Теперь, что касается Запорожья. Ну, это история о том, к чему приводит эскалация и невнимание. Сегодня министры иностранных дел J7 наконец-то впервые достаточно жестко заявили, что Россия обязана немедленно передать Запорожскую атомную электростанцию Украине. Это единственный способ обеспечить ее безопасность. Причины здесь простые. Россия зашла на Запорожье и в течение всего этого длительного времени пыталась вернуть формат передачи электричества. Она хотела, она же все, Россия все ворует на нашей территории. И, соответственно, для них ЗАЭС нужна только для одного. Обесточить юг Украины и в то же время передать всю электроэнергию в Крым. Который, смотрите, Крым, ведь в чем проблема России? Россия глупа и никогда не просчитывает никакие свои последствия, своих шагов. Потому что Крым абсолютно коммуникационно связан только с Украиной. Никаких связей с Российской Федерацией у него нет. Естественно, обеспечить его водой, питьевой в том числе, электричеством или всем, чем угодно, невозможно без Украины. Так вот, они решили зайти на ЗАЭС, украсть электричество. У них долгое время не получалось. А теперь, когда они видят эффективную работу тех же Хаймерсов по тыловому обеспечению, и они понимают, что, соответственно, удержать ЗАЭС они тоже, возможно, не сумеют, как они себе там рисовали долгое время, что они там навечно, да, они начали в течение последних двух недель делать следующие процедуры. Первое, минировать территорию АЭС. Второе, завозить внутрь АЭС производственные помещения, завозить тяжелую технику, это прежде всего большого калибра артиллерию, да, и делать там склады снарядов, тяжелых снарядов. То есть, и с другой стороны, с территории ЗАЭС, они сегодня каждую ночь, еженочно обстреливают город Никополь и другие места в Днепропетровской области, таким образом, заведомо показывая, что мы будем наносить оттуда удары, и вы смотрите, пожалуйста, не атакуйте нас обратно, потому что у нас здесь все уже готово к взрыву. То есть, это попытка просто истерически показать, что они готовы уничтожать все, что не идет по их плану. Ну, давайте мы с вами объективно скажем, все идет, конечно, по плану, они же эту фразу любили говорить, да, особенно сегодня практически 6 месяцев войны, они тут войну воюют и получают нарастающие проблемы по своим складам, в том числе в Крыму. Так вот, у них идет все не по плану, и, соответственно, для того, чтобы создать вот это давление на общественное мнение, на глобальное общественное мнение, чтобы напугать и сказать, смотрите, мы настолько беспредельны. Кстати, в этом ряду, я хочу объяснить, вот они все вот эти теракты по отношению к нашим военнопленным, например, в Еленовке, вот эти все теракты по отношению к нашим мирным гражданам, как в Кременчуге, Виннице и так далее, вот эти демонстративные обстрелы крылатыми ракетами жилых кварталов, они должны миру доказать одну вещь. Мы беспредельщики, Россия беспредельщик, да, и, соответственно, относитесь серьезно к нашим ядерным угрозам. То есть, мы готовы шантажировать мир. Это очень важные аспекты. Но мне кажется, что здесь вот современная политическая элита России глубоко ошиблась. То есть, процесс необратим. Их вот эти шантажные нотки, которые обычно проходили, да, и Европа соглашалась, сейчас они уже работать не будут. Мир как бы, вот и даже вот то, что мы говорим с вами о визах, о запрете на шенгенские визы, это говорит о том, что мир окончательно принял для себя решение. В таком виде Россия действительно, чрезвычайно, маниакально опасна. Она имеет суицидальные наклонности, потому что все, что сделает господин Путин сейчас, на мой взгляд, это действительно план суицидального убийства современной российской государственности. Ну, имеют право, да, вот такие субъекты имеют право заканчивать существование в суицидальных своих попытках. Тем не менее, мир принял для себя определенные решения, и я думаю, что эти решения будут доведены до конца. Когда Россия перестанет существовать, я хочу, чтобы все это понимали. Да, это тяжело будет, да, ресурсно тяжело нам будет. У нас будет идти война еще какое-то время, да, но мир, цивилизованная часть мира приняла для себя однозначное решение. Никакого усталости от войны не будет, никакой пророссийскости больше не будет, никаких лобби в таком объеме, как было раньше, пророссийского не будет. Будет принято решение довести войну до конца и закончить, финализировать ее на условиях Украины. Михаил, но и все-таки возвращаясь к Запорожской АЭС, действительно, как-то нелогично все заявления оккупанта выглядят. То мы ее готовы подорвать, то мы готовы запитать уже Крым и давать туда электричество, а на самом деле используют ее как огневую точку, с которой, прикрываясь ядерными объектами, обстреливают Никопольский район. И за просвещенные сутки погибло 11 человек, многие ранены. Скажите, но все-таки, если говорить о атомной станции, каким может быть ее деоккупация, учитывая действительно огромное количество боеприпасов и, может быть, действительно заминированные реакторы, техника, тяжелая артиллерия, они сами должны сдаться и выйти? — Несколько сценариев будет. Но, знаете, я хочу, чтобы вы не допускали ошибку, когда оцениваете россиян. Они иррациональны, они не оперируют логикой, и их действия непредсказуемы именно потому, что они хаотизированы и без оценки входящей информации. То есть они делают все максимально неправильно и максимально ущербно, прежде всего, для себя. А сценарии деоккупации могут быть следующими. И они будут следующими, объективно. То есть либо это может быть то, что предлагает сегодня J7 немедленно передать, прямо сейчас начинать передавать украинской команде, которая сможет навести нам порядок и восстановить безопасность защитных контуров этой станции. Либо это может быть совместная, временная, например, белые каски так называемые, то есть контингент третьих стран, которых под эгидой ООН, под эгидой вместе под контролем МАГАТЭ и ООН соответствующих комиссий зайдет на эту станцию и будет ее контролировать с точки зрения того, чтобы там не происходили никакие военные эксцессы. Это очень важно. Ну или в любом случае сценарий будет такой, что как только начнется деблокада территорий, соприлегающих территорий, то, соответственно, эти ребята точно так же, как с острова Змеиной, просто однажды ночью сделают жест доброй воли и покинут станцию. Мне кажется, что они прекрасно понимают, что любая попытка провести теракт на Запорожской атомной электростанции будет означать абсолютное вычеркивание России, в принципе, из перечня стран, с которыми надо будет вести разговор, и она будет внесена немедленно в этот же момент, внесена в перечень стран-террористов, не спонсоров даже террористов, а стран-террористов. Мы должны это понимать и должны спокойно работать. Как мы должны работать? Мы должны ежедневно говорить о том, что просим международным сообществам максимально жестко реагировать на все действия россиян на Запорожской атомной электростанции и максимально быстро покинуть эту станцию и передать ее надлежащим владельцам, которым является Украина. Вы знаете, действительно, вот риторика меняется, потому что уже не глубоко озабочены, не осуждают, а требуют, как сегодня сказали министры, требуют немедленно освободить. Очень хороший симптом. Это очень хороший симптом. Понимаете, мир консервативен. Это мы прекрасно и наши восточноевропейские друзья прекрасно знают, что такое Россия, что это не цивилизованная, варварская страна. А Европа очень консервативна и очень медленно меняет свое представление о том, как нужно вести политический процесс как таковой. Но вот то, что вы сейчас говорите об ультимативности требований, о жесткости формулировок, говорит о том, что, еще раз повторяю, консервативное мышление уступает место объективной оценке, как нужно разговаривать с Российской Федерацией. И это внушает большой оптимизм. Михаил, не могу не спросить. Сейчас самая обсуждаемая тема вчерашние взрывы на военном аэродроме в Крыму в районе Новофедоровки. Судя по всему, кроме разбитых боеприпасов и самолетов, по некоторым данным, были разбиты 9 бомбардировщиков, которые регулярно вылетали бомбить украинские города. Кроме этого, эта детонация очень сильно напугала россиян. Люди спешно покидают Крым, боятся, что военные действия начнутся и там. О чем это говорит? Ведь могло бы им еще... ...на территории Украины, поэтому я не согласен. Юрисдикция Российской Федерации в международном праве на территорию Крыма не распространяется. И, соответственно, любые действия, которые там будут происходить, миром будут трактоваться как элементами оборонительной войны. Третье. И это очень важно. Интенсивность войны, которую Российская Федерация навязала Украине, масштаб войны, линия фронта, которая составляет более 2000 километров, однозначно указывала на то, что практически везде на этой территории будут идти, на территории Украины будут идти боевые действия, в том числе в Крыму. Наконец, четвертое. Очень важно. Все эти события только начинаются. Почему? Потому что обратная реакция уже запущена. С одной стороны, мы эффективно и креативно воюем. С другой стороны, на самом полуострове, на территории, которая временно оккупирована российской армией, все относятся к ним как к оккупантам. Соответственно, протестное настроение наконец-то в том масштабе начинает там проявляться. Люди не хотят жить под оккупантами. Что бы российская пропаганда ни говорила, никто не хочет жить под оккупантами. Единственное, что, вы посмотрите, это пятый важный аспект. Вот когда они захватывают территорию, неважно, это Крым, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск, смотрите, там не местные жители получают какие-то преференции. Местные жители оттуда практически все уезжают или депортируются. Туда приезжают непонятные мутные персонажи из Читы, из каких-то там Сыфтывкаров, из Тюмени, из Челябинска и так далее. Захватывают чужую собственность, живут там. Но все они чувствуют себя психологически, как субъекты, которые живут в ворованных домах, в ворованных квартирах, пользуются ворованными дорогами, ворованными коммунальными предприятиями и так далее. И естественно, панические настроения там очень быстро развиваются. Это отлично. Почему? Потому что я считаю, что в России два этих процесса, с одной стороны, это запрет на выезд территории, то есть живите, пожалуйста, в своих лагерях, это шенгенские ограничения, да, а с другой стороны, вот это понимание, что все ворованное нужно будет вернуть, иначе там будут подобные эксцессы только нарастать в большом количестве, оно должно спровоцировать, наконец-то, определенное прозрение у этой массы. И эта масса должна задать вопрос. Смотрите, вы же нам обещали, что в Крыму мы можем в ворованных квартирах и домах жить пожизненно. А теперь они понимают, и вот эти вот, условно говоря, вчера панические попытки сбежать через Керченский мост, они говорят о том, что люди начинают понимать, мы воры, мы заняли чужую территорию, и это отличные процессы. И эти процессы будут идти по всей оккупированной территории. И отсюда у меня просьба и к вам в том числе. Не обращайте внимания на заявление. Вот смотрите, господин Аксенов, это обычный самоназванный криминальный авторитет, который временно управляет ворованным имуществом на территории полуострова Крым. Вот он что говорит? Он говорит, здесь произошла какая-то детонация, ничего не пострадало. И в то же время сегодня он же заявляет, что ближайшие 60 многоквартирных домов пострадали. То есть, соответственно, мы можем предположить интенсивность взрывов, и, соответственно, что на самом аэродроме пострадало очень много различной техники. Так вот, это чрезвычайно важно, потому что слуховыми каналами полуостров Крым, или, вернее, сейчас это остров, который превращен в остров россиянами, вот остров Крым начинает понимать, что цена оплаты за столь масштабную войну, за столь масштабные военные преступления и столь масштабные убийства будет чрезвычайно высокой. И поэтому им это, точно так же, как со Змеиного, необходимо сделать же с доброй волей. Вот все, кто хотят, условно говоря, не оказаться на переднем крае, на передней линии боевых столкновений, они должны покинуть сегодня все оккупированные территории Украины. Я не про армию российскую. Российская армия должна покинуть в другом состоянии, агрегатном, нашу территорию. Я в основном говорю про жителей, которые туда приехали с территории Российской Федерации. Спасибо. Хотел еще один вопрос об изоляции. Путин не поедет на Генассамблею ООН, которая пройдет через месяц в Нью-Йорке, и по видеосвязи тоже не будет выступать. Понятно, что не из-за проблем с интернетом. А из-за чего? Что его там могло ждать? И что же там ждет Лаврова, который поедет? Его ничего не ждет, кроме одного. Его ждет осознание, что все его величие, о котором он долгое время мечтал, это как человек, который шел, выстраивал себе по кирпичику дорогу к величию. И все должны были замолкать и опускать глаза к низу, когда вот этот человек идет к трибуне. Вот это все величие превратилось к презрительным ухмылкам и взглядам вслед к человеку, который в историю войдет как один из самых неадекватных и печальных правителей, приведших к краху большую империю. То есть, по сути, он воспринимался бы в ООН как могильщик. А так как господин Путин, он символист, он это прекрасно чувствует, понимает, для него не важны рациональные... Я же понимаю, почему... Я, вернее, объясняю, почему Россия настолько ошибочно вошла в Украину, не понимая все риски, не понимая, что такое Украина, какая здесь армия, даже не зная собственную армию. Потому что они давно не живут в системе рационального мышления. Они живут в системе символического мышления. То есть, для них все символы очень важны. Так вот, Путин будет понимать, что вместо того, чтобы на него смотрели, как на человека, перед которым нужно дрожать, на него будут с презрением смотреть, как на человека, который чрезвычайно большой исторический неудачник. И испытывать это он очень не хочет. Он очень чувствителен к таким историям. Поэтому он сегодня находится в таком замкнутом пространстве, иллюзорном, который все-таки позволяет ему чувствовать себя властелина мира, который имеет право отдать приказ бомбить Киев или еще что-то. Но на самом деле, когда он попадает, где находятся свободные люди, в пространство, он чувствует вот эту энергетику презрения. А он к этому очень чувствительный. Ну и с другой стороны, поедет туда господин Лавров, это абсолютно нечувствительный человек, которому, в принципе, все равно, как на него смотрят, что говорит. Он достаточно примитивен в своих рассуждениях, предсказуем в своих рассуждениях. То есть он что есть, что нет. То есть отправили никого. Знаете, вот можно было отправить какую-то делегацию с какими-то умными ребятами, которые попытались бы все-таки что-то как-то объяснять. А отправляют никого. Почему? Потому что человек, который по фамилии Лавров, он говорит такие штампы, это примерно 70-е, 80-е годы, и говорит с таким интонационным тембром, что это, кстати, очень четко характеризует интеллектуальные состояния современной российской политической элиты. Наверное, они хотят это продемонстрировать еще раз. То есть постоянно, когда отправляют куда-то господина Лаврова, наверное, хотят демонстрировать свой ничтожный сегодня интеллектуальный уровень. Спасибо, Михаил, за ваше время и за ваши комментарии. Напоминаю, нашим зрителям с нами на связи был Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Спасибо. Спасибо большое. Подавтомат.